Капитальный ремонт в Республиканской детской больнице идет третий месяц. Напомним, что на заседании Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей президент страны Владимир Путин поручил выделить регионам 30 миллиардов рублей из федерального бюджета на ремонт детских лечебных учреждений. Ремонтируют все три этажа. Уже видны результаты масштабной работы заказчиков и строителей. Сейчас рабочие штукатурят и красят стены. На сегодняшний момент выполнены все основные наружные работы. Была проведена очень огромная работа по подведению и обновлению коммуникации, которая находится на цокольном и подвальном этажах этого здания. И сейчас практически можно сказать, что основная работа отделочная выполнена на 50%. Основные работы системы электроснабжения тоже близки к завершению. Осталось установить светильники, розетки и выключатели. С водоснабжением и канализацией рабочим придется еще повозиться. Здесь пока выполнена только половина всех работ. Нужно еще подключиться к магистральным линиям. Подрядчик вопрос хороший, порядочный. И по тем графикам, которые мы определили, идут ремонтные работы. Ну и, конечно, когда все это завершится, наши детки будут в совершенно хороших новых условиях, комфортных условиях. Ну и надо здесь сказать слово благодарности президенту России за выделенные финансы средства, с поддержкой главы республики, с поддержкой полномоченного представителя, привозков федерального опыта Михаила Бабича. И наша мечта привести и создать комфортные условия пребывания для наших детей у нас воплощается. Напомним, что несколько лет назад здесь прошла масштабная модернизация операционного блока. Настало время обновить поликлинику. Ежедневно на консультации в ведущую детскую клинику приезжают сотни маленьких пациентов. И им необходимо создать комфортные условия. Ремонт данного объекта осуществляется в рамках средств, поступивших из резервного фонда президента Российской Федерации. Объект находится под пристальным вниманием и полномочного представительства в привозном федеральном округе, администрации президента. Ну и, соответственно, со стороны заказчика, Министерства здравоохранения осуществляется постоянный контроль по ремонту морозов. К середине марта все работы должны быть завершены. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.